Всем привет, с вами Александр Романит, и в этом ролике мы ум разоблачаем самые тупые мифы об палеонтологии за все время. Ну, в целом, разберем по фактам, что за мифы, почему люди верят в них, ну, наверное, всего малообразованности, но, тем не менее, мы более детально разберем это в сегодняшнем ролике, поэтому подписываемся на канал, прожимаем колокольчик и лайк. Вперед к истине. Сразу первый глупейший вопрос, который, наверное, ну, блин, ну, как вы можете вообще путаться в этом? Ну, это очевидные базовые понятия. Хватит путать палеонтолога и палеонтологию с археологией. Это две разные науки. Они, конечно, в некоторых периодах пересекаются, но это небольшое исключение, так скажем. Археология изучает в целом культуру человека и человеческой деятельности, а палеонтология изучает древних существ, начиная с мамонтов там и заканчивая трилобитами там, ну, не только там, цианобактериями и археобактериями. То есть, ну, еще можно сразу сказать, во-первых, раскопки, да, палеонтологи тоже делают, но, как бы, немножко по-другому. Во-первых, подход к этим раскопкам вообще совершенно другой в основном. Археология все бережно, кисточкой там ути-пути, все это и все дела, а палеонтология ты киркой копаешь. Ну, если увидел какой-то интересный экземпляр большой, то потихонечку пытаешься достать его с камня, там потом препарируешь, но это немножко другое. Надеюсь, тоже поняли. Так, еще более тупейший, наверное, миф. Палеонтология вообще не наука. Да как такое может быть? Да что это ваш там триасовый период, юрский период? Это как вы вообще подтвердили, что он был? Это ж сколько времени прошло, как можно, да? Все же очевидно, просто все используется, во-первых, используется углеродный метод, во-вторых, с помощью, определяется, какой слой был. Вот, например, если в триасовой породе нашли косточки, то это триасовые косточки, скорее всего. Ну, если, по крайней мере, они прям внутри получаются, то да, это 100%. То есть, ну, блин, окаменелости, они, и капролиты в том числе, тоже окаменелости, конечно, но вот они в первую очередь нам подтверждают факт о том, что была вот, тогда было вот так вот. Были окаменевшие деревья, например, в юрский период, там и более ранее. То есть у нас доказательств, доказательств очень большая база. Третий миф. Палеонтологи все скрывают от общественности. О-о-о, злые палеонтологи. Специально уничтожают артефакты. Вообще какие-то негодяи. Это еще, ну, это не миф, это скорее отклонение психическое. Ну, у таких людей, которые, ну, считают, что постоянно что-то ученые скрывают и так далее. Да нет, тут скрывать нечего. Наоборот, получается так, что некоторые экземпляры, которые раньше, ну, не считались таковыми, какими они являются в настоящем, ну, по-настоящему. Например, условно говоря, позвонок зоуропода, которого не определяли. Ну, он лежал просто спокойно все в музее. А потом через 60 лет его определили, что это новый вид зоуропода. То есть, как бы, наоборот, от ученых очень много скрывается еще все же. А от обычных людей тем более, потому что в силу необразованности многие люди ошибочно воспринимают палеонтологию, как, ну, вы понимаете. Ну, и четвертый миф возникает так. Ну, во-первых, очень плохая ассоциация у людей вообще в основном. Даже у взрослых есть такая вот, что палеонтология, это все там дети, там, ну, типа детское все это, там динозаврики все это, вот, какая-то ерунда вот и прочее, типа детские шаревости. На самом деле нет, это очень даже серьезная наука. Во-первых, ну, сами подумайте, они, мы, палеонтологи, ну, не я, конечно, а палеонтологи изучают древние останки, останки от живых существ, там, и растительности. То есть это все то, что умерло давно очень, и просто, ну, лежало, и постепенно произошел процесс фасилизации. То есть это наука об мертвом, грубо говоря. То есть тут детского, ну, ничего абсолютно, это, не знаю, откуда просто пошло такое. Наверное, от того, что популярность динозавров была очень, ну, и сейчас до сих пор популярны очень, ну, потому что, типа, такие создания большие, а людей привлекает все большое, и по этим причинам динозавры стали очень популярны. И там детские игрушки, вот, наверное, от этого все и пошло. Ну, еще, во-первых, сразу другой миф, типа, все про динозавров, ну, вообще чушь полная какая-то, ну, я не знаю просто, кто такой выдумал миф, это, наверное, просто попреколы люди, типа, ну, совсем уже, ну, из первого садика не вышли. своего, то есть, нет, в палеонтологии динозавры, это, это, как бы, конечно, типа, уровень большой, но для палеонтологов, типа, о, динозаврами занимаются. В основном палеонтологи занимаются более мелкими существами. Вообще, в основном же одноклеточными, и там, либо аммонитами, ну, в силу того, что они популярны очень. А там есть, конечно, похлеще, конечно, ну, то есть, я могу сказать, ну, не только я, конечно, то, что вообще динозавры в палеонтологии занимают, ну, процентов 5, может, максимум, а все остальное другие существуют. Во-первых, не забывайте, что динозавры, это всего лишь три периода, то есть, мезозой, а, ну, даже не мезозой, это, нет, это, это, получается, у нас эра мезозойская, а так, там, три периода, то есть, ну, триаз, юрский период, миловой, а кайнозойский разделите, там, получается, палеоцен, эоцен, олигоцен, миоцен, плеоцен, плейстоцен, гавацен, ну, гавацен тоже, ну, это уже, это современная эпоха, в которой мы живем, то есть, вы видите, что, ну, а там еще есть ранее, братья, более древние существа, а то, ну, это, короче, понятно, надеюсь, все всем людям, что динозавры, это просто, ну, такая, скажем, не основная часть палеонтологии, в большей степени, по количеству, по крайней мере, существ, и по статьям тоже, хотя, нет, статьи по динозаврам очень много выходит. Ну, естественно, я не могу попустить просто миф, ну, так же меня от него злит и всех людей, которые занимаются палеонтологией, либо, там, популяризацией. То, что называть мазазавров, ну, то есть, водных рептилий динозаврами нельзя, ну, это некорректно вообще, ну, как бы так можно? Или летающих птерозавров называть динозаврами? Да это ни в коем случае не динозавры. Птерозавры летающие ящеры, специфическое, особое, там, даже не семейство, ну, в том числе и семейство, ну, короче, они отдельно вообще относятся к отдельному классу, там, то есть, архозаврам, ну, они к архозаврам относятся, ну, как это архозавры и динозавры в том числе, но они сами прямыми динозаврами не являются. Надеюсь, это будет понятно. Ну, водные рептилии тоже, то есть, вообще, по сути, просто говоря, динозавры это все ящеры, которые ходили по земле. Вот. Все, вот, вот кратко. И еще миф про то, что раньше все животные были большими, ну, тоже полная чушь, абсолютная, но некоторые, да, представители, ну, типа, как бы, скажем так, предки, некоторые современных животных, они были большими, да. Но далеко не так. Некоторые увеличились. Например, лошади. Вот прям наглядный пример, вот прям сразу пришло в голову. Лошади, вот, современные, намного крупнее, чем их предки. Даже вот те же гипарионы, они были маленькими, как, ну, чуть больше, ну, побольше пони, но поменьше лошади современной, то есть, у них вообще эволюция лошадей, это отдельная тема для ролика. Первые, элгипусы, ну, не элгипусы первые, а другие, немного предки, короче, они появились еще в полялоцене. Первые, это, получается, подобие, типа, лошадей, ну, предки, скажем просто, грубо говоря, они были совсем маленькие. Некоторые со размером, ну, чуть больше кошки. То есть, ну, совсем малюсенькие. То есть, можете сами в интернете посмотреть, то есть, лошадь за последние 60 миллионов лет, ну, не лошадь, а предок современной лошади увеличилась постепенно, с каждой эпохой, все крупнее и крупнее. Они изначально жили в тропических лесах, потом степь, и степи постепенно расширялись, увеличивались в размерах. У них, потому что степи, это просторы огромные, там большие территории, и нужно увеличиваться, и увеличивать еще свою силу. И поэтому лошади таким вот образом вымахали, и на них очень удобно кататься стало, на больших расстояниях. Еще вкратце другой миф. Динозавры дожили до Средневековья. Ну, нет, чушь полная, просто потому, что у нас даже нету никаких доказательств, то, что они жили в Палеоцене, или в Эоцене, ну, никакое. То есть, в Каназойской эре, в Каназойской эре, динозавров уже не было, все. Это четко прослеживается, получается, по периодам, ну, по породиям, скажем так. Мировой период динозавров, ого-го, сколько много, наступает Палеоцен, уже динозавров ноль. Все. То есть, нет вообще никаких останков, нет ничего вообще. То есть, это нам подтверждает то, что в конце мирового периода, собственно говоря, поэтому там и конец, то, что началось глобальное вымирание, и динозавры все подохли. Поэтому, до Средневековья, ну, никак не нажили. Ну, по сравнению, даже подумайте, какая-то тут полная тупизма. Ну, смотрите, у нас мамонты были. Они вымерли, ну, основная часть, 10 тысяч лет назад. Соответственно, если там тогда динозавры жили, то они не пересекались никак. Это сразу, можно сказать, точно с уверенностью. короче, бред. Они вымерли 66 миллионов лет назад, и все. Как бы с ними, прощайте. окаменелости остались там, окаменелости, капролиты тоже, в том числе. Невозможно, по отдельным костям, как выглядело животное. Вполне возможно, если эти кости очень хорошо сохранились, даже вот одна косточка большая. Например, ну, условно говоря, пятственная кость лошади, по ней очень легко и по размеру понять, что это лошадь. Ну, там прям очевидно. Потому что между животными даже косточки обычно некоторые, ну, отличились очень сильно. Например, между китом и лошадью, ну, кости отличались, ну, очень сильно. Поэтому, как бы, ну, это чушь полная тоже. Ладно, на этом все, заканчиваю. Мифов было очень много. Всем спасибо, кто посмотрел ролик. Всем удачи, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok